Дорогие друзья, меня зовут Владимир Гольштейн, я нахожусь за операторским пультом, а мы начинаем радиоблог с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Володя. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня очередной выпуск радиоблога. И сначала, как всегда, напомню о ТВ-клубе «Континент», в котором я встречаюсь с очень интересными людьми самых разных профессий, но одинаково профессиональных, одинаково талантливых. И сегодня, в частности, у меня тоже встреча с таким человеком, с которым мы успели поговорить в рамках вот этого самого ТВ-клуба. Я даже более чем уверен, что, послушав наш сегодняшний разговор, кому-то из вас захочется зайти и посмотреть на Ютубе, набрать ТВ-клуб «Континент». И там вы увидите в одном из последних выпусков эту самую беседу с сегодняшним моим гостем. Это известный театральный и кинорежиссер, актер, сценарист, телерадиоведущий, композитор. Ну, наверное, все-таки в первую очередь из этого списка я выделю кинорежиссер, потому что именно в этом качестве я, думаю, многие из вас, помнят Юрия Мамина. Юрий, добрый день. Здравствуйте, Игорь. И здравствуйте все, кто нас сегодня смотрит и слушает. Ну, я не знаю, все ли наши слушатели, которые, может быть, давно приехали, может, не успели увидеть ваши фильмы. Кто-то наверняка видел. Вот я даже, как вам уже признался, умудрился посмотреть ваш знаменитый фильм «Окно в Париж», уже будучи в Америке. Вот, ну, напомню, немножко из фильмографии, фильм «Фонтан», «День Нептуна», «Окно в Париж», это наиболее известный из фильмов Юрия Мамина. И так уж случилось, что мы этот разговор затевали лет пять назад, но вмешались какие-то темные силы, и не реализовалась эта идея. А вот теперь вот по счастливому стечению обстоятельств. Ну, я могу сказать, что это стечение не просто счастливое, а мы рады, во-первых, приветствовать Юрия Мамина на американской земле. Теперь он наш с вами, я не могу сказать земляк, потому что мы в Чикаго, а он в Коннектикуте, но... Соотечественник. Соотечественник, да, я боюсь этого слова, потому что его превратили в той стране, откуда мы с вами, в общем-то, приехали. В некое такое пугающее, потому что, когда говорят соотечественники, уже у некоторых из наших слушателей возникает такая мелкая дрожь. Вот. Как это назвать, я не знаю. Если люди живут в одной стране, а не кто? Существенники, вероятно. Ну, где-то сокамерники, где-то. У кого как получается. Ну, хорошо. Хотел начать со следующего. Я не знаю, заметили ли вы, но с вашим комедийным талантом наверняка, что сегодня у нас 13 число. Спасибо, что сообщили. Я же, кстати говоря... Нет, не успели. Понедельник. И еще месяц май. Представляете, мы выходим в эфир вот в какое с вами сложное время. Но, тем не менее, у нас просто, наверное, ничего не остается делать, как вести беседу в легком и приятном тоне. И первый же вопрос, ну, наверное, у многих... Я понимаю, может, он вам уже несколько надоел, но, тем не менее, все-таки, почему вы сделали этот шаг вот сейчас? Почему вы оставили страну под названием Россия? Почему вы приехали в Америку? И сейчас мы с вами соотечественники, как вы говорите. Ну, самый короткий ответ. Надоело вот так. Просто надоело. Ужасно. Я, когда выезжал, дал интервью. Его опубликовали под названием одного из моих предложений. Нечем дышать. В России нечем дышать. Было трудно дышать. Я надеялся на то, что я являюсь таким, как бы, некоторой кислородной подушкой для соотечественников. Я даю возможность им глотнуть свежего воздуха и немножечко облегчить свою жизнь, немножко измениться, немножко попытаться изменить все вокруг. И так было в какое-то время. Во время перестройки, скажем так. Когда была надежда на то, что страна изменится. И когда была надежда на то, что у нас станет гражданское общество возникнет. Много граждан пришло. И люди были готовы к этому. Но оно пошло совершенно по другому пути. Потому что у нас власть вообще диктует условия. А как говорят, либо рыба гниет с головы. Каков и приход, собственно говоря. Вот так у нас получилось. Собственно говоря, если рассмотреть наше государство. Теперь уже где воровство, коррупция, любые преступления не считаются чем-то, вообще говоря, античеловечным. Или из ряда вон выходящим. Это привычная нормальная среда, которая даже не обсуждается. Не осуждается, скажем так. Поэтому никто не хочет видеть разоблачение, предположим, Навального, которое он достаточно подробно излагает. И доказал очень многим, тем, кто видели на документах, что нами руководят воры, взяточники, преступники и так далее. Не хотят этого видеть. Не хотят с этим считаться. Просто потому что боятся подумать. Боятся перемен. Боятся напрягать мозги. Потому что мозги уже не приучены к мыслям. И это на моих глазах произошло. Думающее общество. Самая читающая страна в мире когда-то ведь. Я помню метро или трамвай, где все держали книги. А сейчас у всех смартфоны. Причем они не читают по ним. Они, я не знаю, шутят, играют в игры. Безграмотно ведут какие-то беседы со своими товарищами. Где ни в одном слове нет ни одного слова без ошибок. Ну и так далее. Вот такую мы страну сегодня наблюдаем. Не говоря о необычайных количествах запретов. Вот я сейчас сижу в Штатах и смотрю, проглядываю. Иногда забываю. Ну возвращается некая привычка. А что у нас творится? Какие новости? И кроме какой-нибудь новой подлянки от руководителя, ничего не ожидаю. Ну ничего. И они действительно, ах вот они еще что придумали. А здесь они что решили? Здесь они решили уколоть. Здесь они решили отравить. Здесь они решили, так сказать, создать невыносимый, так сказать, отравить воздух. Ну, короче говоря, испражняются как только могут. Вероятно, мозги направлены только в эту сторону. Не могут они. Вы знаете, там действительно сюжеты такие, которые послужили когда-то вдохновению вашему и в итоге фильмом, они не кончаются. Вот недавно я буквально пару дней назад открываю, собственно, ленту, где новостную. Если она на русском языке, на русском, на английском, на английском. Но в данном случае на русском. И вижу, что был хоккейный матч, в котором принял участие президент. Там ночная лига это называется. Ну хорошо, замечательно. Он бегает на коньках, играет. И там, смешно не это, конечно. Вот это даже, я думаю, рационально объяснить невозможно. Потому что разные информагентства давали разное количество заброшенных им шайб. Одно 8 дало, другое 9, третье 10. А из 14 представьте себе. Вроде бы из 14. Кто-то, Игорь, написал название, что вы видели, как упал Путин на льду. Там было такое название. Я не смотрю этот матч, но там с большим восторгом кто-то по этому поводу выразился. Что тоже по-своему ненормально. Это выражает отношение к этому человеку, когда радостно любое его, так сказать, подскальзывание, любой промах. Ну так вот добился товарищ. Добился. Ну знаете, интересно другое. У меня есть давний друг. Он еще буквально с подростковых времен. Он режиссер в Москве, кинорежиссер. И интересная вещь. Вот когда он прочел у меня вот это ироническое по поводу этих шайб, он вступился за президента. То есть у него есть обычай обижаться на меня за какие-то вот такие посты в Фейсбуке по поводу. Вот как вы думаете? У меня всегда двойная, так сказать, идея по этому поводу. Ну то есть с одной стороны, я ему вроде, ну верю, он не играется, то есть он не изображает. Но когда я понимаю, что он не изображает, у меня возникает очень такое чувство непонятное. Если он всерьез, и более того, последняя его вот буквально фраза меня поразила, может вы с ней согласитесь, что он, знаете, написал мне следующее, что Россия тысячу лет так не жила, как сейчас. В смысле хорошим. Ох, какая глупость. Я должен сказать, что, а сколько ему лет вообще, вашему товарищу? Он мой ровесник. Знаете, бывают аберрации в сознании. Во-первых, он москвич. Он из Ташкента. А, он живет в Москве сейчас? Да, да, снимает. Надо сказать, Москва, которая наполнилась приезжими людьми. Эти люди совершенно иначе представляют себе вообще соотношение сил в России. Пришлые люди, которые считают, что они проникли в столицу и могут там жировать, у них возникает некая спесь по отношению вообще ко всем городам. Даже по отношению к культурной столице Петербургу. Я это вижу. Да, ваш город красивый, конечно, хотя Москва им гораздо больше по душе. И они с пренебрежением относятся к тому, какие зарплаты, скажем, в Петербурге, они ниже, чем в Москве. Нам надо сказать, что самые такие бросовые сериалы когда-то отдавались в Питер, потому что там справятся, там зарплаты ниже. Ведь эти воровство по поводу сериалов, оно ведь шло, начиная с Москвы, 50% откладывали себе в карман. Потом в Питере продюсер тоже кладет себе 50%. А на остальное снимается какой-нибудь такой вот трэш абсолютный, к которому все привыкли и который вообще никого не интересует качество. Вот чем существенно отличается Россия от США, здесь люди борются за качество для того, чтобы быть успешными. И это очень правильная вообще расстановка сил. Тогда возникает конкуренция, и это правильный капитализм со всеми его недостатками. Но вот здесь есть основа, которая позволяет, во-первых, людям показывать самые сильные стороны для своего блага, и для блага, конечно, страны. В России это напрочь отсутствует. Что касается Москвы, особая каста людей, причем она необычайно, вообще говоря, развернута. Это город, это как бы раковая опухоль внутри страны. Она высасывает все из нее, ничего не отдавая взамен. И, в принципе, она, вообще говоря, Москва очень находится в таком опасном состоянии. Потому что это город, который может быть отравлен, предположим, сбросами находящихся рядом перерабатывающих мусорных заводов, в которых переработка только тройная. Не семь ступеней, а три, которые оставляют вот этот вот опасный газ. У нас же ведь очень многое делается ошибок чиновниками, за которые потом расплачиваются только население, люди. Если Москва окажется в этой ситуации, а там мусора безумно много, причем она ведь увеличивается, Москва. Каждая новая смена, каждый новый чиновник ведет за собой гвардию. Все, кто приезжают, они наполняют ее и расширяют бесконечно. А им нужна обслуга, поэтому идут гастарбайтеры бесконечные со всех концов. В общем, этот город такой бездонный, который сам себя вообще отравляет. Но это одна сторона дела. Другая сторона, что люди, живущие там, часто абсолютно не представляют себе жизни вне Москвы. И у них потеряны такие представления, как, скажем, принципы, понятия совести и честности. Очень, понимаете, если принцип, человек считает, что он принципиален, то эти принципы какие-то такие мягкие очень. Они расплывчатые. Вот он не может осудить Путина, он ему сегодня понравился. Ну и что ж такого, говорит он. Ну, все воруют понемножку за то и за то, находят очень много за то. А найдите какого-нибудь руководителя, который не обладал бы недостатками, предположим, говорит он. Но они не хотят понять одного. Что, конечно, такой откровенно преступной криминальной группы, какая пришла сейчас в власти, никогда не было. Да, коммунисты была преступная группа. Но они были проникнуты всеобщей идеей построения другого государства. Ханжерской, конечно. Они никогда его по-настоящему не делали. Но там соблюдались определенные принципы классовой борьбы, противостояния с Западом. И они выполнялись, потому что перед населением стоял все-таки образ справедливого, счастливого и равноправного государства, которое обещали. Впереди очень многие в это верили. Даже те, кто разочаровывались в руководителях Сталине, Хрущеве, Брежневе. Они считали, пошли не ленинским курсом. Потом уже Ленин открылся как, действительно, основоположник всего этого ужаса. Но, в принципе, разница заключалась в том, что тогда был горизонт, к которому мы стремились. А вот сейчас нет горизонта. И тогда возникает вопрос. А к чему вы стремитесь? Каковы у вас принципы? На что? Каков идеал, к которому вы можете стремиться, кроме собственного обогащения? Его нет. Его, собственно, нет. Тогда начинает искусственно подогревать, особенно молодежь, идеи патриотизма. О, да. Но эта идея... Это мы наблюдали вот и в эти дни. Так вот, она здесь, в Москве она тоже развита. Смотрите, как горячатся все эти наши коллеги из шоу-бизнеса или те ведущие, телеведущие, которые на наших глазах, кстати говоря, превратили... То есть, продемонстрировали удивительную метаморфозу. Мы видели их 20 лет назад. Они говорили вещи, совершенно противоположные тем, что сейчас. И на наших глазах они мимикрируют все время. Это хамелеоны, которые, вообще говоря, легко сдадут своего лидера. Легко, как видно. Ну, ведь, как говорится, они тогда, ну, как и все остальное население, стояли на коленях. Ну, по фразеологии не здесь выдуманы. А теперь они все поднялись. Ну, а поднявшись, соответственно... Они всегда стояли на коленях перед властью. Вот в чем все дело. Когда власть была слабее, там, предположим, можно было смеяться над Яном Ельцином. Ну, они поднимались, могли делать анекдоты. Когда была такая вялая власть при Брежневе, ну, можно было сочинять анекдоты над его кослоязычьим и всем прочим. Путин в этом смысле, конечно, выгодно отличается от прежних руководителей. Спортивный человек с подвешенным, относительно подвешенным языком. Человек, который может говорить даже без бумажки иногда, хотя ему многое подсказывается в ушах. Иногда может сострить даже удачно. Обладает определенными, очень четко выраженными своими планами. Пусть они для нас скрыты, хитрово, но ему нужно, значит, он их выполняет за счет мобилизации сил в один, какой-то участок за счет всего остального. Он умеет подчинить временно своих, так сказать, услугу свою. Сделать там, скажем, Олимпийские игры в Сочи или организовать футбольный чемпионат. Временное дело, которое идет за счет, вообще говоря, ослабления всего остального. После этого остается просто разбитая, ну, разбитая какой-то потомкинская деревня, где от фасадов не остается ничего, кроме рваного картона. Но, тем не менее, конечно, есть с кем посравнить. Это не пьяный Ельцин, это не косноязычный Брежнев. И поэтому пытаются его, как бы, так сказать, с точки зрения обывателя, найти вот эти вот стороны, выгодные по отношению к тем, кому они привыкли как руководителям. Ну, человек некритично настроенный. А сейчас, надо сказать, за время правления Путина и его команды, которые занимались только стяжательством, и ничего не смогли сделать. То есть, когда говорит ваш товарищ, что никогда не жила так хорошо страна, надо сказать, что это скорее относится к десятым годам. Вот, нулевые годы двухтысячных. Нефть и газ возрос. И тогда вдруг богатея необычайно, просто разрастаясь в миллиардеров, эти властные фигуры дали возможность другим тоже поворовать, пощипать и так далее. Я тоже удивляюсь, что в моей, там, где у меня была дача на Волге, деревня, на истоке Волги, вокруг какие-то это бывшие работники колхоза. Кто-то там машину приобрел какую-то там, одни жигули, другие получше. Потому что они продавали деревесину, они налево сбывали все. То есть, путем нарушения всяческого... Ну, это воровство. По существу за счет воровства. Никто на это не смотрел, не обращал на это внимания. Но тогда им показалось, что живется так хорошо, они никогда не жили. Сейчас есть чем сравнивать. Сейчас цены растут ежедневно в магазинах. Может, москвичам это не видно. В Питере это было видно очень хорошо. В провинции видно необычайно. Цены растут. Продукты жижеют. Никакой замены... Известных продуктов. Продуктов не происходит и не предвидится. Наоборот, все становится все жиже и хуже. Зарплаты падают. Я должен сказать, что поскольку я в университете преподавал и в другом, в двух вузах, я видел, как студенты покидают вуз из-за того, что родителям просто становится нечем платить каждый год. А зарплата прибавляется. Жизнь становится хуже. Ощутима каждую неделю, ощутима в течение каждого месяца. В два это уже очень четко. И это все идет к абсолютному обнищанию населения. И только Москва, и некоторые представители, в том числе и министры, которые удивляются, почему народ так холодно и в штыки принял пенсионную реформу, как Силуанов, например. Он искренне удивлялся. И это доказывает, насколько они вместе с Путиным далеки. Насколько они оторвались. Насколько их не интересует внутренняя жизнь страны. А это, в конце концов, ее будущая судьба. Не внешнее их поведение. Не на внешней арене. Наверное, самое главное, что для тех людей, которые у руля стоят, что некая братская солидарность. Вот вы, наверное, будучи все-таки в Питере, вот я не знаю. Скорее всего, я думаю, вам повезло, что вы не были членом кооператива «Озеро». Потому что не сидели бы мы с вами тут, не говорили. Где-то совсем бы в других местах снимали бы. Ну вот, другое дело, трудно мне представить режиссера Мамина и члена кооператива вот того самого. Я должен вам сказать, что мои некоторые знакомые находятся в друзьях с кооперативным озером. И я вдруг наблюдал, когда я был приглашен на день рождения, что там появляются довольно, так сказать, важные фигуры. Важные, очень приближенные к самой верховной власти. И мое удивление складывалось, особенно основывалось на том, что я видел, что эти люди ничем не отличаются от таких же примитивно-криминальных, невежественных обывателей, которые окружают их. Бездельников, пьяниц, примитивно-мыслящих, злобных, беспринципных людей. Очень примитивный уровень. И поэтому, собственно говоря, когда вот эти вот деятели в своем самолете пели казахские песни, показывая, что они никак не отличаются от народа. В этом действительно они не отличаются. От плебс, от самой низкой и самой неуважаемой части общества. Такая вот приниженная, плебейская, неграмотная, невежественная. Вот они такие, только очень сильно распухшие от своего воровства и от той ситуации, в которой они оказались. Особенно их жены, особенно их дети, которые ничего не приложили. Если родители хоть воровали, хоть хватали, убивали, они замешаны в преступлениях. Эти просто напали на вот это богатство и говорят, да мы не хотим видеть этих плебеев. Вот этих вот, чтобы они не отравляли нашу жизнь. Оставьте нас в покое. Дайте нам возможность, пусть неудачник плачет. Они виноваты хотя бы в том, что хочется мне кушать, как это говорил Крымский. Вот такая вот ситуация ненормальная, которая долго продлиться не может абсолютно. Это всем понятно. Только им непонятно. Хотя, должен сказать, что у них всегда были куплены запасные билеты. Самолеты стояли на запасном пути, чтобы улететь. Но им становится труднее. Тут вопрос заключается в принципиальности Запада. Если бы Запад был бы последовательным, и если бы он делал бы все, так сказать, последовательно. А не делал, значит, с одной стороны руку не подал, а там это сунул из-за пазухи что-то такое в карман. Вот это вот отсутствие принципов и, опять-таки, эгоизм людей, которые ради собственной наживы готовы абсолютно продавать, не считаться всеобщей справедливостью. А тут надо сказать, что сегодня это очень актуально стоит вопрос о выживании Земли в целом, о глобальном потеплении, о распределении богатств Земли, которые оказываются очень ограничены, о том, как надо поддерживать население. И тут нужно быть очень принципиальным, чтобы подходить к таким странам, которые отравляют, ведь у нас же все отравлено, я уже только об этом не говорю, отравлена природа. Вот эти вот выбросы, эти мусорные свалки, которые увозят из Москвы на север и в другие города, они отравляют реки, озера, они отравляют землю, там невозможно будет жить. Но этим людям наплевать на то, что население будущее не выживет, оно будет болеть и умирать от болезней самых разнообразных, от рака до всяких прочих прочих вещей. Их это никак не волнует. И вот эти вот опасные люди, которые отдали Китаю возможность выкачивать озеро Байкал, жемчужину, планеты, которые нужно сохранять глобально, сохранять всем населением. Уникальные виды животных, уникальное количество воды, что-то такое, ну это жемчужина действительно. Ее отдают Китаю для того, чтобы они ее выпили. И леса отдают, и они уже, собственно говоря, я видел снимок самолета, сибирские леса. Осталось 15 лет, чтобы превратить это в пустыню. Такими темпами все это идет. Это поразительно. Это называется после нас хоть потоп. Да, ну это да, это знакомое выражение. Пожалуй, на нем мы сделаем небольшую паузу. Мы дадим слово нашим рекламодателям, которые, несомненно, благодаря которым мы имеем возможность быть в эфире. Через несколько минут вернемся и готовы будем принять звонки наших радиослушателей. Если у них будут вопросы, то мы готовы с Юрием ответить на них. Ну что ж, друзья, мы продолжаем радиоблог с Игорем Цесарским. Пожалуйста, Игорь, можно продолжать. Да, добрый день еще раз, дамы и господа. У нас в гостях, напоминаю, сегодня режиссер Юрий Мамин. Ну, первую часть нашей передачи мы некоторым образом уделили не сколько творчеству, сколько общим каким-то вопросам жизненным, чем живет современная Россия. Вот, ну может быть... У нас уже есть звонки, и не один можем принять. Да, ну пожалуйста, если есть звонки, примем. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот вы лично уверены в том, что Россия на сегодняшний день руководит вот тот Путин, который изначально был Путин. Ни двойник, ни тройник, а вот Путин. А может, его и нет уже давно. Спасибо. Спасибо за вопрос. Вот интересный вопрос. Вы делали такую экспертизу, Юрий? Нет, мы думали о том, насколько это возможно. Но дело в том, что если начинают менять человека и выставлять вместо него двойников, кто же будет с ним считаться? Таким человеком считаться не будут. Двойники есть, никто в этом не сомневается. Но они держатся для того, чтобы обезопасить лидера, для того, чтобы выступить на каких-то совершенно незначащих мероприятиях и так далее. Когда речь идет о международных переговорах, которые самыми главными являются для лидера, конечно, там выступает Путин и люди, которые знают его достаточно давно. И не только из окружения, которые могли бы все это обмануть. Но журналисты, люди, которые брали у него интервью, которые поддерживают с ним определенные отношения, они в этом смысле не ошибаются. Да и потом мы тоже видим, видим иногда человека, непохожего на него, и голос даже меняется. А видим продолжателя, да, человека, который постарел, который ботокс себе колол, который, конечно, изменился, обтесался, надо сказать, обнаглел вообще, так сказать, от власти, от этой. Но это Путин. Это тот человек, который шел вдруг из клерка, по существу, из исполнителя, так скажем. Он не был клерком, он был исполнителем, оказался на вершине власти, как всегда бывает в случае кризиса, когда хотят поставить незаметную фигуру, для того, чтобы можно было ее управлять. Но всегда ошибаются. Так было и со Сталином, так было и с Брежневым, так было и с Хрущевым. Всегда было так. И так получилось всегда. Они становятся наиболее самыми опасными и жестокими диктаторами, собственно говоря. Да? Это так. Хорошо. У нас есть еще звонок. У нас был звонок, сейчас уже его нет, но можно нас набрать опять, дорогие слушатели. Ну, господа, если вы уж хотите что-то спросить, то вы имеете терпение и дожидайтесь, пока мы закончим отвечать кому-то одному. Я бы все-таки хотел о творчестве. Согласно вашей биографии, с которой я ознакомился, последний фильм, который вы сняли в России, был довольно давно, да? И то вы его снимали, уже не надеясь на инкультуры, на прочие заведения, а, собственно говоря, вы со своей супругой замечательной сами искали средства и сами делали это. Давайте, может быть, я прошу прощения, все-таки примем, у нас две линии горят, люди решили оперативно позвонить. Ну, хорошо, если так. Ну, мы этот вопрос оставляем. Остали, да? И обязательно проговорим. Мы вас слушаем, вы в эфире, здравствуйте. Слушаем вас. Приглушите радио, пожалуйста. Да. Добрый день. Спасибо за передачу. Меня удивил ваш комментарий к озеру Байкал, что китайцы вдруг опустошают, используют воду для каких-то целей. Каким можно это делать? Они что, предложили трубопровод? Они используют это для того, чтобы пить, для промышленных целей. Для чего им нужно озеро Байкал? Для чего это нужно китайцам, я не знаю. Но то, что Путин заключил с ними договор, и они по этому договору сделали трубу, вероятно, китайцы провели к нему, для того, чтобы выкачивать пресную воду, которой им не хватает. Вот это и есть такой договор, который сделал Путин. Не говоря о том, что помимо этого, это было, конечно, самое яркое, такое антигосударственное решение. Помимо этого, огромные земли были сданы, поскольку они пустые, сданы были на 20 или, я не помню, на 20 или на 40 лет, сданы в аренду китайцам, которые пришли туда, и в основном мужчины, потому что женщин в Китае очень мало, надо сказать, что это проблема, потому что там из-за невыгодности убивают младенцев, детей, убивают их на каком уровне, я не знаю, во время рождения или еще в утробе. Во всяком случае, рождаются мальчики, как добытчики. Вот эти мальчики приезжают в Сибирь, там есть, вообще говоря, женщины в большем количестве, чем в Китае. Они выходят за них замуж. Китайцы люди не пьющие. Они сильные в половом отношении, они рождают своих китайцев, детей. Они становятся гражданами России, вероятно так. Не говоря о прочих уловках. Вообще говоря, Сибирь без всякой войны становится китайской. Китайская огромная территория. В принципе, Китай – это политика Китая. Она стала гораздо более мудрой, в том смысле, что хитрой, мудрой. Они считают, что им совершенно не надо для этого утратить оборонные войска или прочее. Они просто количеством своим завоюют, своим усердием, умением работать, умением выживать в любых обстоятельствах, в которых, вообще говоря, другие не привыкли. Они люди неприхотливые. И в этом смысле они, конечно, очень большая сила. И это все сделал Путин. Вместо того, чтобы заниматься Сибирью. Действительно, пустой. Но, с другой стороны, не пяди земли русской, естественно, русской. Я имею в виду тех самых островов, из-за которых с Японией никак... Нет. Потому что острова волнуют его, поскольку это международные отношения. Путина интересует только это. Он как картежный игрок. Приходит, играет в эту одну игру. Сегодня у меня там вот эта вот рулетка или преферанс, или я покер. И вот я иду. Все остальное для меня не существует. Внутренняя жизнь... У меня есть правительство, которое ворует и занимается ею. Что касается, вообще говоря, устройства. Вот заметьте. Ни один руководитель не осмирился организовать Россию по принципу Соединенных Штатов. Да, есть области. Но это области, скажем, они в основном дотационные. А те, которые что-то производят, в основном, конечно, полезные ископаемые добывают, это все кормушка для Москвы. Вот Москва, этот спрут, необычайно огромный город, который решает все. Когда я делал кино в Петербурге, тогда в Ленинграде, вы знаете, ситуация была поразительная. Любую бумажку, любую, самую чепуховскую, нужно было подписывать в Москве. Поэтому мы ездили, я не знаю, сколько я совершил и мои коллеги рейсов Ленинград-Москва. По каждому пустяку, все министерства там, все деньги там. Здесь нет ничего. Вот этот принцип российский, совершенно противоположный принципу Соединенных Штатов. Вот смотри, к чему это приводит. Заболел мальчик в Челябинске, и там его не смогли вылечить. Смертельный больной мальчик, вся страна следит за этим, его направляют в Москву. Слава Богу, мальчик спасен и так далее. О чем это говорит? Причем это еще письмо Путину написали, он там какие-то дал указания. Вот какой благородный человек. Но эти идиоты не могут понять, что это свидетельство полного краха страны, которая находится в 21 веке. Разве можете представить себе, что здесь, где-нибудь там, в Сан-Франциско или в каком-нибудь другом городе, мальчика направили бы в Нью-Йорк из-за того, что там нет больницы? Нет. Ну вот это вот, и вообще не трудно себе представить страну мира. Это да, это, скажем так, в этом коренные различия у нас. А ваш товарищ говорит о том, что при Путине очень хорошо стало жить. Он про это хоть кто-то знает? Это как говорится, имеет право на свое мнение, Бога ради. Есть у нас еще звонки? Да, у нас еще и звонки не один. Сейчас мы примем. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к господину Цесарскому. Скажите, господин Цесарский, вы полностью поддерживаете вашего гостя? Спасибо. В чем? Интересно поддерживаю. Сижу, у меня стул есть вообще. Вообще-то да. Юрий как бы сам без моей поддержки вполне жив и здоров. И, кстати говоря, я и без его. Мы очень самостоятельно можем без поддержки быть. Но я понимаю, о чем вы. Дело в том, что вы, наверное, все-таки звоните из какого-то американского города. Чикаго ли. У нас слушатели много из других городов. Но, в частности, может быть, из Чикаго. И ваш взгляд на то, что происходит в далекой, скажем так, северной стороне, один. А вот Юрий Мамин буквально еще два месяца назад, если я не ошибаюсь, меньше даже, был тем же гражданином России. Ну, собственно говоря. И находился там. И не один месяц, и не один год. Да, и не один год. И его взгляд на вещи. Вот он таков. Но, видите, у нас возник разговор еще, упоминаю я про человека, который коллега по режиссерской работе Юрия Мамина. Ну, с противоположным взглядом. Поэтому сказать, чьи взгляды мне ближе, говорю Юрия Мамина. У нас еще звонки есть. Да, пожалуйста. Давайте примем. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло, добрый день. Добрый день. Скажи мне, пожалуйста, а чем плохо, что китайцы идут на Дальний Восток и выращивают то, что необходимо российскому государству? И то, что у них появляются дети, которые будут гражданами России, то вы сами сказали, они не пьющие. Дети будут, скорее всего, не пьющие. Они трудолюбивые, если дети будут трудолюбивые. И чем мешают трудолюбивые китайцы, если сами россияне туда не хотят идти? И выращивают то, что делают эти китайцы. Хорошо. Спасибо. Понятен вопрос. Понятен. Против китайцев ничего не имеют. Действительно, трудолюбивые люди, которые могут выжить в этих обстоятельствах. Претензии у меня к нашим руководителям, которые создали все для того, чтобы люди стремились только в Москву. Они упустили, я говорю, в 21 веке, оставили абсолютно без присмотра Сибирь, которые, по существу, выкачиваются все недры из нее, какие только возможно. Вырубаются леса. Они вырубались и без китайцев. Просто китайцы гораздо более мощное население. И они, как муравьи в этом смысле, просто готовы, могут уничтожить самые большие вообще ресурсы, которые не смогла бы уничтожить российская диаспора или российское население. Огромные леса хотя бы рубались несчетно. И сжигались пожарами специально для того, чтобы что-то там строить и так далее. Это просто... Китай – это противоположность русскому народу. Вы выбираете Китай, но пусть живут китайцы там и так далее. Тогда давайте прощайтесь с Россией. В конце концов, они способны заполнить ее полностью. Ну, понятие. Давайте мы все-таки от Китая немножко уйдем. У нас есть еще звонки. Надеюсь, что китайскую тему мы закрыли. Добрый день. Слушаем вас. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемый Юрий, скажите, пожалуйста, почему российское правительство отдают концессию Сибирь и Дальний Восток Китаю, а не Японии? Я помню, еще в Советском Союзе, когда я жила, рассказывали, как рачитель на Японии обращается с землей. Если они вырубают лес, они вычищают, ну, полностью очищают пространство, засевают новыми деревьями, и как бы там через сколько-то там 20-30-50 лет проставит новый лес. Китайцы только все разоряют. Я думаю, платили бы одинаково. Вот в чем тут дело? Спасибо. Спасибо. Вы уже... Юрий, давайте мы пропустим... Сори, извините, что... Я только от Китая... От Куричника по поводу Японии. Видите, дело в том, что поскольку нет договоренности по Курильским островам, то Япония не пойдет на такие вещи. Во-первых, будут какие-то условия ставиться. Во-вторых, все договоры, которые заключает Путин и его команда, они им лично выгодны. Они делаются не для России, а они выгодны лично этому человеку, который является стяжателем. И вот самая большая беда и самая большая моя претензия к нему и ко всем его окружению, это стяжатели, которые воспринимают страну как дойную корову, и все остальное, главная цель жизни, это обогащение, которое безмерно. И тут границ нет никаких. И причем тут уже и японцы, и китайцы. Добрый день, слушаем вас. Слушаем вас в эфире, здравствуйте. Здравствуйте. Юрий, я, к сожалению, не слышала начала передачи, но я его послушаю в записи потом. Я не знаю, в какой вы стране сейчас живете. Во-первых, у меня к вам вопрос такой, как вы находите американскую политику, Трампа, потому что удивительно просто, насколько практически все журналисты, даже такие умные, как Шендерович, которые прекрасно говорят о России, все правильно, а я с вами во всем согласна, они говорят чудовищные совершенно вещи, ничего не понимая. То есть я это давно свое определение сделала, потому что многие из них, например, Пархоменко, он живет сейчас тут у нас в Америке, на какие-то уверенно, я проводила даже какую-то исследовательскую работу, на гранты демократии, ну, демократов, короче говоря, приглашенными, организована какая-то его деятельность, тут не важно. Может быть, поэтому все абсолютно, Венедиктов, Шендерович, Альбатс, там, не знаю, все, ну, не важно. Первое, что я хотела вас спросить, значит, ваше мнение об американской действительности наше. Второе, поблагодарить вас за все ваши фильмы прекрасные, я прекрасно знаю Славу Лейкона, он учил, моя дочка поэтесса у него, его ученица, он у нас был в Алгахстях в Америке, и я хотела бы, чтобы вы меня с ним связали, если можно, я оставлю на вашем, на радио, в Чикагском, свой телефон, сейчас позвоню, и имейл, свяжите меня, пожалуйста. Спасибо вам за вопрос, ну, Юрий, пожалуйста, вот видите, уже общие знакомые находятся, несмотря на то, что вы недавно-недавно здесь, но... Ну, что я могу сказать? По поводу политики Трампа я бы не стал особенно определенно говорить, потому что я гость в Соединенных Штатах, я не могу понять разницу существенную между политикой его или предшествующих руководителей, потому что я слежу в основном за поступками. Я знаю только, что Трамп, например, при том, что он может кому-то нравится или не нравится вести себя, и, мало того, я видел очень много пародий смешных, которые делают сами же американцы на него. Другой вопрос, что есть, например, требование Трампа не соответствовать или не принимать Северный поток. Вот его политика. В данном случае это определяет, вероятно, политику главного руководителя страны. Он против Северного потока, и он пытается убедить в этом Европу, европейские страны, говоря о том, что в таком случае они могут стать заложниками России и позволить ей продолжать свою агрессивную политику. Я с этим не могу не согласиться. Это разумное. Будем смотреть по поступкам, в конце концов. А что касается всего остального, понимаете, когда я жил в России, я был критик власти и критик, вообще надо сказать, нравов. Я имел на это право. Я прожил там 70 с лишним лет. Как любой человек, который выстрадал в стране, который соответствовал ее и взлетам, и падениям, который вместе с ней переживал это все. Здесь, в Штатах, я гость, мне интересно. Я чувствую себя здесь, несмотря на сегодняшнюю дурную погоду, пока как на курорте. Я вам скажу, что для меня очень приятно, когда я хожу по улице и вижу среди редких прохожих вот этого провинциального городка Коннектикута, который не столица, он поэтому, так сказать, одноэтажная Америка, поэтому здесь нет пешеходов, но здесь есть прекрасная природа, цветение, и те люди редкие, которые идут мне навстречу, они улыбаются и говорят «Здравствуйте». «Хай», «Хэллоу». Это для нас абсолютно не научно, для россиян, потому что, я, по-моему, уже говорил об этом, хмурые, озабоченные, несчастливые лица, которые я вижу каждый день, они, конечно, никому не приносят радости, ни тем, кто их носит, ни тем, кто их встречает. Это выгодно, поэтому, я буду входить в Соединенные Штаты, смотреть на то, что здесь происходит. Я приехал с какими-то замыслами, которые у меня еще остались от прежней моей жизни, от прежних размышлений. Я считаю, что их можно воплотить, что они интересны и здесь, они носят вообще международный характер. А пока ничего, кроме этого, сказать не могу. Мне здесь интересно, я осваиваю язык, и у меня здесь появились вообще большие перспективы, в отличие от того застоя, стагнации, которые я испытывал у себя в России. Да, ну и от того, что фактически вы были, ну если так уж, называть вещи своими именами, отлучены от профессии. Да, у меня был запрет на профессии, которые откровенно и явно давали мне понять во всех сферах, куда бы я ни обращался, постепенно, шаг за шагом. Просто лишили всего. Ну и, конечно, слово гость мы в какой-то момент уже не будем слышать. Верно. Я надеюсь, стать из гостя в равноправном действительно соотечестве. То есть это не будет ария питерского гостя, а это будет... Ну, смотря какая музыка. Знаете, бывает такая красивая музыка, что и арию гостя послушаешь. Да, это правда. Володя, есть кто еще? Да, у нас еще есть звонки. Да, послушаем. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы меня тогда оборвали, я задал только половину вопроса. Ну, давайте вторую. Вот вы, господин Цесарский, в смысле, выступаете, в общем-то, вместе с этим господином, который приехал недавно в Америку. И он говорит о том, что Россия не следит за охраной природы. А мы сами, Америка, вышла из этого договора. Так. И не собираемся следить. И вы на стороне... Я могу вас спросить, а вы знаете, почему Америка вышла из этого самого договора парижского? У вас есть на этот счет идеи? Я знаю, почему. Да, да. Почему? Сказал, Трамп сказал, что это все обман, и все. Так. И вы с ним не согласны? Нет, не согласен. Не согласен. Спасибо. Хорошо. Ну, вот, в данном случае Трамп, народного договора о спасении, значит, забота об экологии в мировом масштабе, куда, значит, он считает, просто уходят какие-то деньги. Это вещь, которая требует разработки доказательств. Возможно, он не прав. Возможно, он прав. Это я не знаю. Дело в том, что, если говорить о Путине и правительстве, они уничтожают свою собственную природу. Тут о мировой речи не идет. Наша собственная природа приходит в упадок, и никого это не волнует. Надо сказать, что отравлены реки, озера, вырублены леса, помойки, которые вывозятся из Москвы, заполняют все, значит, площади, все реки, города отдаленных районов, северных и центральных районов. С этим никто не считается. Если человек так высказывается, он просто абсолютно лишен какой-то информации. И разговаривать с ним на этом уровне совершенно так же сложно, как с папуасом говорить Миклоха Маклави. Дело в том, что если уже для окончания этой темы, что Трамп не по какому-то злому умыслу выходит из тех или иных соглашений. Он абсолютно точно знает, в первую очередь, как человек бизнеса с огромным опытом, что это не работает, что это для Америки неприемлемо и невыгодно. И объясняет, почему. То есть, это не значит, что он исключительно за то, чтобы угробить природу. И, в общем-то, я не знаю, наверное, ни один политик на это не идет. Но красиво говорят многие. Но мы же видим красивую картинку, как Путин, скажем, тигров сохраняет и так далее. Но при этом, при этом другие картинки говорят о том, что нещадно, нещадно уничтожаются огромные запасы того, что есть. И никакого возобновления нет. И вот в этом и есть большое противоречие. Скажу даже большее. Вы знаете, дело в том, что после ухода этого правления, как бы там кто ни считал, основная политика выжженной земли. Это будет, вообще говоря, наследство будет такое жуткое, что я просто абсолютно не уверен, что Россия сможет восстановиться. Но природа восстанавливается в геологических, понимаете ли, сроках. А вот сейчас ближайшее для детей отравленная земля, отравленные реки, закрытые там, я не знаю, отсутствие вообще возможности на многих местах просто выращивать урожай. И да еще много чего. А как вы думаете, Юрий, а если от земли опять вернуться, буквально у нас полтора минуты осталось, к творчеству, вот, вот, что вы предвидите? Вот, ну, когда-нибудь, да, сменится он же не Каще Бессмертный, но, и вот, что будет тогда с теми же прекрасными лицами ваших коллег, моих, там, журналистов, режиссеров, писателей? Знаете, дело в том, что Россия живет по принципу оттепелей и застоев. Оттепели короткие, а застои необычайно длинные. И это всегда было в истории бесконечно. Я в своей жизни пережил две оттепели. Одна, когда я был школьником старших классов, это была хрущевская оттепель, которая, собственно говоря, и воспитала меня, и всю литературу, и всю кинематографию российскую в том духе, которая позволила потом произвести перестройку Горбачева. Это была вторая оттепель. Вторая оттепель также бесславно закончилась, хотя на нее, собственно говоря, я полагался полностью, я полагал, что у нас есть шанс. Этот шанс не состоялся. И, вы знаете, будущее покажет, конечно, смена режима путинского, она повлечет за собой новую оттепель, а в очень тяжелых условиях, в тяжелейших. Но все зависит от того, кто примет бразды правления, потому что народ очень опущенный. Он стал, к тому же, гораздо более невежественным, чем он был 30 лет назад в годы перестройки. Да. И он посхватил пистафету. К сожалению, вот мы вынуждены уже заканчивать эфир, и то, что последнее вы сказали, оно не внушает большого оптимизма, хотя надежда всегда умирает последней, будем надеяться, что все не будет так уж печально. А вам спасибо большое, что сегодня были с нами, и дай бог, чтобы у вас было все в этой стране хорошо. Спасибо большое, я тоже в это верю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok